Все, едем на работу. 14-й. Доброе утречко. Восьмой этаж. Сходила в поликлинику, кровь сдала. Наталья щелка, блин, голодная. Даже кофе не попила. Даже водички, даже таблетки не пила с утра. Потому что нельзя ничего пить, когда биохимию сдаешь. Ладно, сейчас приду кофеечку. Попью кофеечку сейчас. Все будет хорошо. Собралась в магазин с продуктами. Ну, так по выстройкам собралась. Ну, в общем, там подкрасилась немножко. Брови нарисовала. А то вы меня там опять раскортикуете. Голову мыла вчера вечером. Надо йогурт купить. На работу завтра брать. Масло растительное. Лак для волос. Масло для звуки. Еще все, приехали. Всем добрый день. Время уже 3 часа. Сегодня у нас 27 мая. Понедельник. У меня выходной. Завтра работаю. Короткий день. Тут у меня уже июнь стоит. Здесь уже июль. До отпуска полтора месяца. Я сходила в магазин. В супермаркет, да. Но купила тут аж на 3 тысячи. Не знаю, что здесь так дорого стоит. Но я так догадываюсь приблизительно, что здесь лишнее. Масло купила нерафинированное. Бедыш купила в 2 упаковки. В каждой по килограмму. На 2 раза. Вот сегодня одну пожарю, вторая на суп останется. Ну, тут несколько бананчиков купила. 2 перца. Огурчиков. Кстати, огурцы вкусные. Килограмм взяла. Курдинки кусочек. Десяток яиц. Вот приправу купила. Лавровый лист. Купила корицка. 2 упаковочки. Для кофе в кофе добавляю. Приправу для шашлыка. Пойдем на днях. И вот курицу индейка сегодня вот сделаю. Мыло жидкое купила. Лак у меня закончился. Вот лак рублей 300, наверное. И вот носочки купила. 3 штуки по 100 рублей. Ну, тут написано 99. На самом деле она сказала, что они 74 стоят. Еще уценили с котиками. Мой размер. 97% хлопок, 3% синтетика какая-то. С котиками вот белые. Но там синтетика добавлена. Они толстенькие. Поэтому жару их не наденешь. Но в прохладной погоде нормально. И с кроссовками, и дома вот такие лососевого цвета. Вот потратила еще 200 рублей. Наконец-то геркулес купила. Тут давно закончился. Соду купила пищевую. Ну, бывает иногда нужно. Джем апельсиновый. Краснодарский соус. Не могла вспомнить. Макароны дома есть или нет. Вот пачку взяла. И йогурт-то. Не стала брать сладкий. Взяла со злаками. Био-йогурт. Такой буду брать на работу. Это он со злаками. Там получается как будто с кашей. Ну, так сытнее. А то я вечером один йогурт выпиваю. Еле доезжаю до дома. Вот это все на 3 тысячи. 3 тысячи ровно потратила. Потому что лак рублей 300 носки. Вот рублей 200. Ну, и тут вот приправки всякие. Замыла. Ну, 3 тысячи потратила. А пошла всего на все купить. Зачем я пошла йогурты купить? Пошла за йогуртами, за огурчиками. Думаю, масло возьму. Потом вспомнила, что курицы нет. И лак кончается. Ну, вот так, вот так, вот так. В результате на 3 тысячи. Сейчас даже можно цены посмотреть. Что подорожало. Что нет. Так, вот чек. Сейчас посмотрим. Так, чек, 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 чек. Ну, два пакетика 8 рублей. Перец. Перец я взяла на 140. Так, 300 рублей килограмм. Геркулес 80, соус 70, огурцы 180, я взяла на 182 почти. Био-йогурта по 60 рублей. Корица 2 штуки 140 рублей. Лак 220, сода 30 рублей, сода 30 рублей, 31, нормально. Бананы на 110, что-то подорожали. Так, лавровый лист 70. Приправа какая-то 70, шашлык, приправа 19 рублей, дешево, что-то. Так, а вот эти... А, она мне посчитала вот эти две упаковки, ну, вместе. То есть две упаковки 523 рубля, две упаковки. Чит, одна упаковка 270. Ну, ладно, бог с ним, там 2 килограмма курятины. То есть килограмм 270 рублей получается. Жидкое мыло 70, йогурта по 60, джем 110. Грудинка вот дорогая, 340 рублей. Носки. Ну, три пары, вот, носочки, 240 рублей, это 3 штуки. Макароны 70, яйцо 140, уже подорожало. Рублей на 10-20. И на... А, яйцо 140, дорого, да, что-то яйца дорогие. И масло подсолнечное 130. Ну, вот 3000. Вроде ничего не купила на 3000, нагребла. Ну, по крайней мере, на этой неделе я, наверное, уже не пойду в магазин. Ну, по крайней мере, до пятницы точно не пойду. В пятницу, наверное, пойду. Потому что, если будем затариваться на шашлык, во-первых, свинину надо будет купить, куда-то сходить. И лимончиков там, штуки 2-3, ну, на маринад. Вот так вот, в магазин хоть не заходи. Как пойдёшь, так 2-3 тысячи потратишь. В среднем я 2500 трачу, просто сегодня взяла ещё лак и носки. Поэтому ещё 500 рублей. Погодка сегодня хорошая. Кстати, в среду и в пятницу будет самая жара. Поэтому хорошо, что я сегодня в магазин сходила. На этой неделе навряд ли мы на шашлык пойдём. В пятницу мы, наверное, на ВДНХ поедем. Хотя будет очень жарко. Не знаю, как одеваться. А, ещё к пятнице дождь грозу обещают. Зонтик с собой таскать. Ой, блин, да что ж такое. Вспомнила, я сегодня таблетки не пила. Сейчас надо таблетку выпить. Ну, потому что с утра нельзя было ничего не пить, не есть. Помчалась в поликлинику кровь сдавать. Блин, отсидела там полтора часа в очереди. Там лаборатория в онкологическом отделении. Она отдельно своя лаборатория. Причём это отделение, оно на весь город. То есть там пришли кровь сдавать со всех поликлиник по онкологии. Вот. Ну, я как бы болела когда-то. Ну, лет 6-7 назад. Вот. И, ну, как бы я на учёте стою. Поэтому меня через онкологию отправили кровь сдавать. Вот. Там, значит, я пришла без пяти. Ещё восьми даже не было. Поликлиника только открылась. Я пришла без пяти в восемь. Там уже запустили. Наверху все поднимаюсь. Передо мной человек тридцать. То есть они все к восьми приехали. Ну, заняла очередь. Сижу. И вот я зашла. Где-то без двадцати десять я зашла туда. Домой приехала уже в десять. Ушла где-то без двадцати восемь. И где-то без двадцати десять я была дома около десяти. Ну, два часа, короче, промоталась. Полтора часа в очереди отсидела. Живая очередь. У всех талоны на понедельник. У всех без номеров. Заняли очередь. И вот полтора часа как с куста, блин. Просидела там. Жалко даже свое время драгоценное. Ну, что делать? Ну, слава богу. Больше ничего не буду приходить. Ну, я в этом году прошла по минимуму. Я бы вообще не пошла к врачу. Меня просто терапевт направила. КТ забирать у онколога. Странно как-то. Ну, не то, что КТ забирать. Она не могла понять, почему у меня кашляет. Четыре месяца не проходит. Отправила на КТ. Потом, говорит, к онкологу записала. Что, мало ли. Говорит, что у вас там. Я не знаю, почему у вас кашляет не проходит четыре месяца. Ну, в принципе, все нормально. Вот кровь сдала. Тут на днях УЗИ сделала. То есть я в среду приду к врачу. Днем где-то у меня там после обеда. Вот, схожу к врачу, к своему. У кого я там, ну, чуть стою, вроде как числюсь. Вот. Ну, она мне все результаты скажет. УЗИ, кровь и все. Больше ничего в этом году не будет проходить. Сил моих нет. Ну, так, если по-хорошему, надо еще в женскую консультацию бы сходить. Но я в этом году не пойду нафиг. В прошлом году я ходила. Поэтому в этом году не пойду. Буду раз в два года ходить. Ну, их нафиг. Я устала от всего этого. Не хочу я каждый год эту фигню проходить. Вот. В принципе, там на УЗИ что-то там у меня есть. Я не помню, что он мне сказал. Надо будет еще у врача уточнить, что там конкретно. И, может, таблетки какие-то попить. Не знаю, что он там увидел. То ли песок в почках, то ли камушек какой-то маленький. Говорит, у вас ничего не болит, не мешает? Он вам. Я говорю, нет, ничего не болит. Ничего не мешает. Ну, ладно, говорит. Ну, еще с другим врачом посоветуюсь. Да я думаю, ну, раз не беспокоит, то... Ну, может, таблетки какие-то попить. Не знаю. Что там с этим камушком в почках что делать. Ну, не вырезать же его. Может, таблетки какие-то попить. Или лазером раздробить. Я не знаю, что в таких случаях делают. Надо почитать литературу. Может, раствориться. Может, попить воду с лимоном или с уксусом. Может, раствориться. Растворить надо камень. Или таблетками, или водой там какой-то лимонной. Или лазером раздробить. Я не знаю, что врач скажет. Но что-то там есть. Абсолютно здоровых людей нет. Что-нибудь да найдут. Так, все, ребятки. Сейчас я буду убирать продукты в холодильник. Вот. Я с утра еще хлеба купила. Вот тут еще две ватрушки лежат. Слойки лежат. Ой. Блин, зачем я купила грудинку? У нас здесь колбасы полно. Ну, что делать? Тут огурцов не было. Я огурцы купила. Помидоры не стала брать там. А можно было купить. Там одна последняя осталась. Я что-то помидор не купила. Так, грудинку ладно, потом уберу. Морозилку что ли. Так, йогурты. Йогурты маме в холодильник поставить. Завтра один возьму на работу. Так, все, вроде ничего больше. Так, все остальное. Вот еще куриные окорочка. Одну сюда. А вторую в морозилку про запас. Может, там супчик сварю на днях какой-нибудь. У нас потом пицца еще шесть штук, по-моему, летит. Рыба осталась по ста. Две упаковки. Как-то пост был. Треска лежит. И как ее забыла, как называется эта рыба-то. Плоская такая. Камбала. Так, все. Банан. У меня еще посуду с утра не мыть лежит. Сейчас надо посуду помыть. Бананы помыть. Приправки я купила. А у меня там, оказывается, есть лавровый лист. А я ее не вижу. Даже две упаковки. Ладно, пусть будет три. Приправки пригодятся. Сюда я корицу сейчас пересыплю. Ну, вот эти две приправки тоже пригодятся. Вот. А корицу я пересыплю. Кстати, надо фильтр помыть. Она уже, по-моему, позеленела у меня весь. Так, мыло купила. Так, мыло в ванную пойдет. Лак в ванную. Масло сюда. Тут вот у меня есть рафинированное. Теперь есть нерафинированное. Наконец-то я овсянку купила. Пересыплю в баночку. Так. И сода у меня теперь есть. Тоже пересыплю в баночку. Вот у меня банка под соду. Да. Так, это в ванную мыло лак. Вот соус можно еще в холодильник положить. Соус. Так, варенье сюда. Чай будем пить по вечерам с вареньем. Так. Ой, макарошки. Макарошки здесь... А, здесь вермишелька мелкая. Так что макарошки я купила не зря. Пусть будут. Все затарились, запаслись. Деньги потратили. Можно несколько дней в магазин не ходить. На суп купила, запаслась. Тоже. Так, все. Сегодня уже я, наверное... Я же на днях убиралась в квартире. Сегодня, наверное, не буду. Может, в среду уберусь или в пятницу. Нет, в пятницу мы на ВДНХ вроде собирались. Но если будет дождь, кроза, да еще жара по 30. Может, и не поедем. В общем, ладно, все, ребятки. Чуть я утомилась, пойду отдыхать.